Спасибо вам за блестящее гитарное соло. Представьтесь, пожалуйста. Олег Чесноков, Советский Союз. Не случайно сказал Советский Союз, потому что в Союзе котировался еще все. В том, как и боксеры в спорте, очень хорошая школа была в Союзе, и в Советском Союзе стать чемпионом по боксу, была равносильность чемпионом мира. Так что в Союзе признан быть гитаристом, ему звучит это почетно, потому что мы были в Узбекистане, как я, из Грузии, из Москвы. Это масса хороших музыканий. Скажите, вы были близко знакомы с Борисом Тавтохоновым? Кто-кто? Вот Тавтохоновым сегодня живет. Да, Боля, конечно. Это мой друг хороший. Мы жили в одном городе. Вы вместе работали на сцене? И работали на сцене, и на корпоративах. Где только мы не работали. Часто бывали у меня дома, у него потом дома. Но так получилось, жалко. Ну, иногда встречаемся. Спасибо Николаю, что собирает людей. Скажите, пожалуйста, вот на гастролях вы гуляли, общались, знакомились с девушками. А когда вы говорили о книгах, какие книги вы вспоминали? Прекрасных русских, узбекских писателей. Я почему спрашиваю, у меня друг, он писатель из Ташкента, Рауль Мирхайдаров, прекраснейший писатель. Он сейчас живет в Москве. Может быть, вы его когда-то вспоминали? Вот меня интересует. Он написал «Пешие прогулки», вот такой роман. Я после связи с музыкой реже стал читать. Это в детстве. У меня всемирка была. В последнее время я не знаком был с современными писателями, но я лично знаю, сейчас и поддерживаю связь с дочкой великого писателя Туйбона. Вот Эла Шубуршаровна, это дочь его. Мы дружны, мы, наверное, раннего возраста. С его, ее сыном, то бишь, его внуком он прекрасный. А вот какие черты характера Бориса Тавтохунова вы бы хотели выделить? Доброту, там, отзывчивость, музыкальность? Не, ну, помимо этих всех, черт, напор хороший был, напор. То есть он работал на зрителя так, что вытягивал его из кресла, как говорится? Хорошо играл, хорошо пел, что говорится. Вы дружили с ним? Да, мы общались постоянно. Даже на джазовых фестивалях как-то ездили. Ну, я тогда в основном в Москву лежал, он как бы в Ташкенте обосновался уже, в основном, в Ташкенте. Поэтому мы... Вы с грустью вспоминаете то время? Или вы просто думаете, что и сейчас тоже неплохо живется, просто те, которые ушли, остаются в нашем сердце? Ну, тогда молодой всегда лучше, понятно. Как говорил Чингисхан, хорошо быть молодым, даже с колоткой на шею. Поэтому, конечно, определенная грусть есть. Ну, а что делать в жизни? Здесь по-своему уже складывается вполне удачно. Спасибо вам за потрясающее соло на гитаре. Да это я так попробовал. Всего доброго. Спасибо большое. Привет от Олега Чеснокова. Всем, кто меня знает, все. В YouTube.